Алексей Циденов прошелся по основным цехам авиазавода. Загодовительно-штамповочному, механо-сборочному, по цехам агрегатной и окончательной сборки, побывал и на летно-испытательной станции. Руководство предприятия продемонстрировало гостю самое современное производство, в частности, уникальные разработки заводчан, которые резко повышают конкурентоспособность улан-удэнских вертолетов. В Рио главы республики подчеркнул, насколько впечатлен увиденным. Я был уже на нескольких авиационных заводах, у меня есть чем сравнить. Завод великолепный, видно, что будет модернизация, используется самое современное оборудование. Ну и продукция завода самая конкурентная в мире, в своем классе, в своих характеристиках. Стоит отметить, что завод не стоит на месте, а наоборот, производственные мощности только увеличиваются. По словам директора завода Леонида Белых, никаких сокращений рабочего состава не предвидится. Более того, идет набор новых сотрудников. Спрос на технику улан-удэнских авиаконструкторов возрастает. Уже подписан приказ, и сейчас завод готовится к производству вертолета К-226, который будет поставляться сначала первой машиной, собранной здесь на заводе, а потом будет организовано производство в Индии. То есть времени у нас мало, мы в этом дело спешим, завод сейчас это дело переоружаем, готовимся к производству, и мы уже в 2019 году должны эти вертолеты уже поставлять. В свою очередь Алексей Цыденов пообещал, что правительство Бурятии сделает все возможное, чтобы и дальше поддерживать крупнейшее предприятие республики. Руслан Батуев, Вячеслав Сердюченко, Открытая Бурятия.